Уважаемый господин президент, дамы и господа, только что мы завершили основную часть переговоров с господином президентом Эрдоганом. Также понятно, что эта встреча имеет очень важное значение для дальнейшей судьбы российско-турецких отношений. Состоялся предметный и, хотелось бы подчеркнуть, конструктивный разговор по всему комплексу двухсторонних связей, а также по международной повестке дня. В истории отношений наших стран были разные, порой очень непростые и даже драматичные периоды, но логика взаимного уважения неизбежно брала верх. Прежде всего, отмечу, что, несмотря на сложную внутриполитическую обстановку в Турции, господин Эрдоган нашёл возможность приехать в Санкт-Петербург. И этот шаг, безусловно, свидетельствует о заинтересованности турецких партнёров в восстановлении сотрудничества с Россией. Сегодня мы сначала в узком составе, а затем в расширенном с участием руководителей министерств и ведомств, глав крупных компаний, наметили алгоритм дальнейших действий и первоначальные задачи для эффективного восстановления многоплановых межгосударственных связей. Приоритет – выход на докризисный уровень двустороннего сотрудничества. И это действительно насущная задача, ведь только за пять месяцев текущего года объём российско-турецкого оборота просел на 43%. Если вспомнить, что в прошлом году спад был 23%, 26%, то понятно, что эта тенденция очень печальная. Нам предстоит кропотливая работа по реанимации торгово-экономического взаимодействия. Этот процесс уже запущен, но он потребует определённого времени. Важным шагом стал визит в конце июля в Москву представителей турецкой делегации экономического блока правительства, её переговоры с российскими коллегами. Особое внимание намерено уделять наращиванию инвестиций, товарных потоков, реализации перспективных проектов. Очень важно, что нас в этом поддерживают наши деловые груди. После пресс-конференции у нас будет ещё возможность подробно поговорить с руководителями крупных компаний двух стран. Имеем в виду поэтапно отменять введённые ранее специальные экономические меры в отношении турецких компаний, ограничения. По линии правительств готовится проект среднесрочной программы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2016-2019 годы. Мы договорились с господином президентом планомерно возобновлять работу основных механизмов взаимодействия. На осень намечена сессия смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Дано поручение профильным ведомствам двух стран в первой половине 2017 года провести встречу совместной группы стратегического планирования. В связи с этим хотелось бы отметить, что ключевое место в торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Турцией давно занимает энергетика. И в этой связи мы обсудили крупные совместные проекты в этой области, продолжение работы, над которыми потребуют и конкретных политических решений. Кстати, отмечу, что определённые решения, о которых мы говорили ещё ранее, турецкой стороной уже приняты по ряду крупных проектов, по таким, например, как строительство атомной электростанции «Акуя» и газопроводной системы «Турецкий поток». На повестке дня также возвращение наших туристов в Турцию. В конце июня был отменён запрет на продажу российским граждан турпотёвок в Турцию. Полагаю, выход на докризисный объём туристического потока – это только вопрос времени. Главное здесь – обеспечение турецкой стороной условий максимальной безопасности российских граждан. И такие гарантии мы от наших партнёров получили. В этой связи мы рассмотрели возможность возобновления чартерного авиасообщения. Это, пожалуй, тоже дело техники и ближайшего времени. В ходе переговоров затраивался вопрос об отмене ограничений на привлечение турецких граждан и компаний к реализации строительных подрядов. Мы над этим работаем, решим это в ближайшее время. При этом хотел бы отметить, что двустороннее сотрудничество по некоторым масштабным проектам вообще не прекращалось. К примеру, на конец года запланировано открытие движения по центральному участку автодороги западной скоростной диаметра, вот здесь, в Петербурге, которые возводятся турецким генеральным подрядчиком и итальянской компанией совместно. Мы подробно обменялись мнениями и по актуальным международным проблемам. Кстати говоря, договорились о том, что после пресс-конференции отдельно обсудим все вопросы, связанные с сирийским урегулированием. Есть общее понимание, уверен в этом, что борьба с терроризмом является важнейшим элементом нашей совместной работы, и поговорим об этом поподробнее. В завершение хочу поблагодарить господина президента Эрдогана за откровенный разговор, который сегодня состоялся. Переговоры подтвердили, что у наших стран есть все возможности для восстановления нормальных, полноформатных отношений, которые бы способствовали укреплению стабильности не только в нашем регионе, но и во всём мире. Россия готова к такой работе. Благодарю вас за внимание. Россия готова к такой работе. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует... ...15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilk yurtdışı ziyaretimi de Rusya Federasyonu'na gerçekleştirmiş olduk. İlişkilerimizin yeniden eski seviyelere ve hatta ötesine taşınması hususunda iki taraf son derece kararlıdır ve gerekli iradeye sahiptir. Kanaatim odur ki iki ülke kamuoylarının bizlerden beklentisi de bu yöndedir. Bu itibarla bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde siyasi, iktisadi, kültürel ve beşeri alanlarda Türkiye-Rusya ilişkilerini olması gereken seviyelere tekrar taşıyacak kararları almış bulunuyoruz. Bu kapsamda üst düzey işbirliği konseyinin yeniden canlandırılması, çartır uçuşların tekrar hayata geçirilmesi, tarım ürünleri dahil ikili ticareti kısıtlayan tedbirlerin ortadan kaldırılması, Türk müteşebbislerinin Rusya'daki faaliyetlerinin önünün açılması, vizesiz rejimin tam teşekküllü şekilde tekrar yürürlüğe konması gibi başlıklarda gerekli adımları inşallah peyderpey ve müştereken atacağız. Tabii burada özellikle Akkuyu nükleer santraline stratejik yatırım statüsü vereceğiz. Bu noktada adımı atıyoruz. Türk-Rus ortak yatırım fonu kurulması konusunda utabık kaldık. Savunma sanayi alanında işbirliğimizi artıracağız. Bölgesel konuların ele alınması noktasında Türkiye-Rusya-Azerbaycan üçlü zirvesi mekanizması projelerimizi süratlendirmek suretiyle burada alacağımız mesafe önem ihtiyaç ediyor. İnşallah bu adımlar sayesinde Ankara-Moskova hattını yeniden bir güven ve dostluk hattı haline getireceğiz. Dostluk ve güven noktasında şu hususu ifade etmeden geçemeyeceğim. Malumunuz 15 Temmuz gecesi Türkiye, ülke tarihimizin en alçak, en kanlı girişimlerinden birini yaşadık. Fethullahçı terör örgütüne mensup bir grup, meşru hükümeti, seçilmiş cumhurbaşkanı ve demokrasimizi hedef alan bir darbe teşebbüsünde bulundu. Tabii bütün bunlara rağmen bizler çalışmalarımıza, el birliğiyle, dostlarımızla dayanışma halinde devam edeceğiz. Bu arada Türk akımı projesi hızlı bir şekilde hayata geçirilecektir. Bu girişim çağrımız üzerine özellikle daha da etraflıca ele alınacak ve böylece Türk akımı projesinin Avrupa'ya geçmesi noktasındaki adımları da ilgili bakanlarımız dayanışma halinde sürdürecektir. Özellikle bu darbe girişiminin ertesi günü Sayın Başkan'ın hemen bizi aramış olması gerçekten dayanışma noktasında, psikolojik noktasında büyük bir önem ifade etmiştir. Değerli dostum, saygıdeğer basın mensupları, Türk-Rus ilişkileri sadece ikili planda önem taşımıyor. İşbirliğimiz aynı zamanda bölgesel ve küresel barışın, istikrarın, huzur ve refahın tesisi bakımından da çok önemlidir. Nitekim biraz sonra çok çok dar kapsamlı ikili bir görüşmemiz olacak. Bu ikili görüşmemizde de bunları ele alıp değerlendirme fırsatını bulacağız. Türkiye-Rusya ilişkileri son yıllarda hem bizlerin sergilediği ortak irade hem de kamuoylarımızın desteğiyle örnek bir seviyeye ulaştı. Bizler bu noktaya tesadüfen değil, ortak bir vizyon ve muazzam işbirliği potansiyelimiz sayesinde geldik. Kıymetli dostum Sayın Putin'le birlikte ikili ve çok taraflı işbirliğimizi güçlendirmek hususunda bugün ortak bir tavrı koyduk. Temaslarımızı her seviyede, yoğun şekilde sürdüreceğiz. Sahip olduğumuz potansiyeli, bölgemizin huzuru ve istikrarı için daha ettiği şekilde kullanacağız. Biz Türkiye-Rusya ilişkilerinin geçmişe göre çok daha güçlendiğini, krizlere karşı çok daha dirençli hale geldiğini düşünüyoruz. Burada özellikle sözlerime son verirken, değerli dostum Putin'e daveti ve ev sahipliği için tekrar şahsım heyetim adına teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensupları ile Türk ve Rus halklarını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim sorum her iki ismede olacak. Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle size ve Sayın Putin'e. Kuşkusuz Suriye konusunda her iki ülkenin zaman zaman görüş ayrılıklarına düştüğünü biliyoruz. Ama ana noktada demokratik çözümden yana her iki ülkede ki sizler de her ifadelerinizde bunu dile getirdiniz. Bu görüşmede Suriye başlığı ne kadar yer aldı? Bundan sonra çözüm için her iki ülke nasıl bir yol haritası izleyecek? Teşekkür ediyorum. Öncelikle şu ana kadar yapmış olduğumuz görüşmede bu konuyu henüz ele almadık. Şimdi bu basın toplantısından sonra tekrar beraberce bir araya gelip konuyu değerlendireceğiz, ele alacağız. Bunu bu toplantısından sonra yapacağımız için şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir şey söylemiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Altyazı M.T. В демократических преобразованиях мы исходим из того, что демократические преобразования могут быть достигнуты только демократическими средствами. Вот такова наша принципиальная позиция. А вот что касается согласования наших взглядов и подходов, я думаю, что это тоже возможно, хотя бы потому, что у нас есть общая цель, общая цель урегулирования сирийского кризиса. И вот думаю, что на этой платформе, основываясь на этом общем подходе, мы и будем искать приемлемое общее решение. Елена Глушевна, новости. Будьте любезны. Турецкий поток с учетом прозвучавших в частности из Софии заявлений или турецкий поток с учетом того, о чем вы сегодня договаривались и вообще общего характера взаимодействия России и Турции сейчас. И если мы, или какой-то вообще возможный компромисс по этим двум проектам. И господин Эрдоган, вы опять же говорили о том, что вы заинтересованы в реализации проекта АЭС АККУЮ и даже намерены предоставить новый статус этому проекту. Но я так понимаю, что для его продолжения необходимо принять ряд загонов в Турции и получить ряд лицензий. Когда можно ждать практических шагов на этот счет? Спасибо. Мы никогда не политизируем вопросов экономического сотрудничества. Мы исходили изначально, предлагая проект «Южный поток», из того, что наш газ может прийти в Южную Европу напрямую, прямо к потребителям Евросоюза. Но сначала Европарламент принял решение, которое препятствовало реализации этого проекта. Затем Еврокомиссия послала письмо в Болгарию, правительству Болгарии, о том, что с требованием прекратить подавительные работы. И в конечном итоге мы не получили решение болгарских властей на вход на болгарскую территорию. Да, теперь мы видим и знаем, что болгарская страна хотела бы вернуться к этому проекту. Но мы понесли определённые убытки в связи с отказом европейских партнёров от реализации этого проекта. Теперь нам одних намерений недостаточно, но нам нужны абсолютно железобетонные гарантии юридического характера. Их нет. Мы изначально рассматривали турецкий поток даже не как альтернативу южному, а как возможность расширения нашего сотрудничества в газовой сфере и с Турцией, и с Европой. Одна часть турецкого потока предусматривалась исключительно для внутренних потребителей Турции в связи с растущими потребностями и с ростом экономики Турецкой республики. Мы сегодня так об этом и говорили, что эта часть вообще не подлежит никакому сомнению, она может начаться к реализации в самое ближайшее время. Вторая часть, связанная с маршрутированием наших энергоносителей в Европу, зависит, конечно, и от третьей стороны. Мы должны прорабатывать эти вопросы с европейскими странами и с той же самой Еврокомиссией в Брюсселе. Мы вместе с турецкими нашими партнёрами, друзьями готовы к такой работе. Но, повторяю ещё раз, нужно договориться со всеми участниками этой работы. Да, и что касается всяких разрешений, то надо отдать должное нашим турецким коллегам, в отличие от проекта «Южный поток». За предыдущее время, даже несмотря на кризис в наших отношениях, турецкая сторона работала, и основные вопросы, связанные с турецким потоком, уже оформлены и получены. Есть ещё некоторые вопросы, которые требуют дополнительного разрешения. Мы сегодня об этом говорили по отдельным участкам. Что касается Акуя, внесены изменения в турецкое законодательство, в три закона. Мы ставили вопрос о предоставлении этому проекту статуса стратегической инвестиции. Сегодня услышали положительный ответ. Всё это говорит о том, что эти крупные проекты, а речь идёт о проектах, которые измеряются десятками миллиардов долларов, вполне возможны к реализации. Надеюсь, что так оно и будет. Продолжение следует... 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 На правительственном уровне подготовить среднесрочную программу, я сейчас только об этом говорил, торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2016-2019 годы. Я очень рассчитываю, что эта программа будет принята в самое ближайшее время. По тем направлениям и по тем вопросам, которые не требуют особо долгого согласования между ведомствами, мы сделаем это в ближайшие недели. Что потребует более длительного согласования, значит, это будет заложено в эту самую среднесрочную программу. Поэтому предлагаю вам последить за работой нашей межправкомиссии и соответствующих ведомств. Мы только что договорились о том, что коллеги будут продолжать контакты вне рамок бюрократического режима, в постоянном контакте будут находиться. И ряд вопросов будут приняты в самое ближайшее время. Что касается визовых вопросов, да, они тоже должны быть решены, имея в виду, что так или иначе это относится к вопросам экономического взаимодействия. Вот мы сегодня говорили только, наши турецкие партнёры указали на то, что, скажем, в области транспорта, в области железнодорожных перевозок, авиационного сообщения, там в связи с визовыми ограничениями возникают ограничения экономического характера. Это всё мы должны учесть для того, чтобы разблокировать вопросы экономического взаимодействия. О российском стране. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Большое спасибо Субтитры создавал DimaTorzok